Доброе утро! Ну что, сегодня у нас крайний день в Чехии, или последний, кому как. Выселяемся из отеля и едем в городок Аламоутс. Там у нас есть небольшие планы, посмотрим, что из этого получится. И потом уже вечером будем в Вене, покажем вам все, что снимем. Субтитры подогнал «Симон» В общем, приехали мы в какую-то деревушку, очень маленькая, очень такая, прямо вымершая, никого нет. Ни машин, ни людей, никого. Я хочу прокатиться на самой большой бобслейной трассе, всесезонной. Ни разу не катался на бобслее. Ну, знаете, да, бобслей, когда санки разгоняешь и с горки едешь. Бобслей – это когда несколько человек, когда один человек – это скелетон называется. Сейчас нашли место. В Чехии на самом деле много бобслейных трасс, но вот нашли место, которое от нас недалеко было по пути. Сейчас поедем, попробуем вообще, как это, как это будет. КОНЕЦ Вот она бобслейная трасса. Сейчас нас научатся кататься на бобе. Очень прикольно. На, Миш, подержи флаг. Здесь, видишь, можно кататься по очереди, но один боб на двоих. Сейчас первая поедет Юля с Мишкой, а потом поеду я один. Поехали. Уже пищат. Достаточно быстро. АПЛОСЫ 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 МИДЕРА Страшно? Да. Вот так я же поверну и так, видишь, и поеду мимо лошадок. Класс. Мама, больше тебя боялась или ты больше боялся? Больше боялся. Ты больше, чем мама боялся? Да. А кто кричал громче всех? Я. Ты? Но тебе понравилось? Ну да. Классно? Да. Вырастешь, станешь попслеистом? Да. Как самолет, как летчики летим. Куда ты упавляешь? Куда ты упавляешь? Куда ты упавляешь? А то мне неудобно. Давай. А... вот эта скорость вот эта скорость была мы сделали это теперь мы официально бобслисты два поколения бобслистов мы за эту гонку ни разу не нажали тормоз вот миша как нажал отпустить тормоз так мы всю гонку и ехали без тормоза это было прикольно иногда даже было страшно что мы вылетим потому что на поворотах очень круто миша тебе понравилось ребенку понравилось тебе иль понравилось юли понравилось все теперь мы официальная семья бобслист в эту поездку по европе так получается что я чувствую себя как пастух где-то в швейцарии или в австрии не знаю потому что питаюсь только сыром вот у меня вот все время есть маленький кусочек камамбера вот ну кусок кругляш такой стоит 1 евро вот я его ем и хлеб там багет или какие-то булочки это мой рацион течение дня но вечером на огнем в ресторане посидим но вечером там вина можно выпить но вообще в принципе еду всю дорогу ем этот сыр ем хлеб и все и водичку пью у меня такое представление о пастухах европейских которые на этом ушел на неделю взял с собой две головки сыра хлеба несколько лепешек и все и пошел пасти овец конечно если среди вас есть пастухи напишите в комментариях может быть я себе неправильно представляю эту профессию но пастухи из швейцарии или да да пастухи из европы имею ввиду вот может быть я просто неправильно представляю эту профессию и слишком идеализируем ну и напишите если что попроси а Все, дорога кончилась, пещеры не начались, так что не получилось с пещерами. У вас так же происходит? Как только вы оказываетесь в каких-нибудь пикулях, сразу кончается бензин. Или это у меня вот такая удача такая? Еду, все время заправляюсь, пол бака я заправился. Лампочка не загорается никогда. Тут приехали в пикуля, все, сейчас лампочка загорится. Что такое? Просто не первый раз уже, постоянно такая фигня. Но я, правда, ни разу не вставал, в Мексике один раз встал без бензина. Но там реально очень долгий был прогон по автобану. Там, наверное, километров мы 100 ехали, не было ни одной заправки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они выглядят как местные жители И много молодежи Это тоже, конечно же, очень важно Вот такое впечатление, первое впечатление о Вене у меня сложилось Сейчас просто гуляем немножко по центру города Смотрим, что вообще тут происходит Что вообще тут делают люди Как кипит жизнь Пока просто смотрим Субтитры создал DimaTorzok Давай на машине прокатимся Смотри-ка, маленький ламузинчик Старинный На лошадях многое катаются На старых машинах не везде Сейчас с лишним водителем поездим Неплохой шанс посмотреть город На электромобиле едем Взяли маленькую экскурсию на полчасика Он нас прокатит сейчас по старому городу Старый город, в принципе, маленький Тут все быстро происходит Сейчас он проедет там, где на обычных машинах Проехать нельзя Ребята, вы, наверное, ждали от меня Что я буду ехать по Вене И рассказывать вам Посмотрите налево, посмотрите направо Я ненавижу такие экскурсии сам И стараюсь никогда такие экскурсии не делать Сам, потому что Когда вы приезжаете в город Вам эта информация, она лишняя В каком году был построен какой-то памятник В каком году был построен эти часы Или этот дом Просто смотрите, любуйте с красотой Вы гуляете Вы можете зайти в кафешку И посидеть Покушать И просто посмотреть на городскую суету Но это мое мнение Когда я Прихожу в новый город Если я хочу что-то узнать о нем Я всегда это загуглю Если что-то интересное Захочу узнать Я это загуглю, узнаю А как ты впитываешь энергетику? А так, когда я посещаю новый город Мне хочется почувствовать его ритм Почувствовать его энергию Увидеть людей, которые в нем живут Понять, чем они живут Что для них важно Что для них интересно Вот это вот для меня Увидеть город Почувствовать город А узнать, в каком году был построен памятник Или часы Это вторично Это не так прикольно Это, конечно, интересно Это очень сильно зависит от экскурсовода И здесь экскурсовод играет главную роль Если вам экскурсовод просто говорит Даты Постройки, основания Кто построил и так далее То это одно А если он дает вам какие-то интересные знания Знания, которые вы не можете подчеркнуть самостоятельно Это совсем другое И поэтому Найти экскурсовода по городу Именно Это на вес золота Вот мы проезжаем дом В котором Моцарт жил Когда ему было 6 лет Он сюда переехал с родителями Церковь девяти ангелов Видите, девять ангелов на крыше И вот эта статуя Статуя Марии Святой Марии 1668 год постройки Это все можно узнать Это все С одной стороны интересно Но с другой стороны нет Кардинально отречаюсь от Праги Каких-то, не знаю, там Два-три часа езды Разные страны, разные миры Прага суетная Мощная Активная Прага качает Здесь все размеренно Но не сонно Здесь Никон Спит Императорский дворец Здесь живет президент Австрии сейчас А справа парламент австрийский сидит А вот здесь и через дорогу живет канцлер Канцлер Австрии Ну или премьер-министр по-нашему Императорский дворец Объехали его с другой стороны Испанские скульптуры Водопады Ой, не, водопады, фонтаны Безусловно, по любому городу, который мы посетили Можно гулять не один день У нас задачи этой поездки не было Изучить досконально каждый город Или каждую страну Мы хотели просто проехать Разные страны, в которых еще не были Составить в них какое-то впечатление Чтобы Чтобы в будущем Приехать в них И посмотреть более детально Но как можно посмотреть Прагу за один день Или как можно посмотреть Вену за три часа Это невозможно Мы просто сделали такую разведку небольшую Наша небольшая поездка закончилась Теперь пойдем погуляем еще Давай руку Тигр Спасибо 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 О, ладно, папа Я хожу, смотрю на хот-доги На австрийские сосиски, которые делают в Австрии По специальной технологии из австрийских Чего-то там Не знаю, чего там Сейчас пойдем посмотрим Так, что у нас тут есть? Четыре вида сосисок Стоит 4 евро За хот-дог Я хочу венские сосиски Венские вафли Венский шоколад Венскую оперу И венскую Венский вальс И венский вальс, да Наверное, так Будет лучше всего Здорово Здорово, ты говоришь в английском? В английском, испанец, русском Русском С сиреном без сира, острый, белый, вареный С сиреном без сира, белый С сиреном без сира, белый Сколько? Сколько? Четыре, пятьдесят Спасибо Внутри расплавленный сыр И он очень горячий На самом деле, когда приезжаю в новую страну, новое место Хочу пробовать себе национальное блюдо Национальную кухню И иногда Ну, как правило, это в ресторане же, правильно? Где мы еще? Мы же сами не готовим И официант приходит, я говорю Вот что хочешь, то я неси И он мне, как правило, приносит самое-самое местное То есть чаще всего мы выбираем что-нибудь на свой вкус Там, знаете, там мясо вареное, жареное, там пюре Или еще что-то, рис Какой-то там специально приготовленный Я стараюсь говорить, вот прям вот Чего ты хочешь, то я неси Это может быть невкусно Это может быть специфично Это может быть не то, чего ты ожидал Но это прям вот самое местное, чего местные едят, любят Вот это вот оно Сесейска с сыром внутри для меня не совсем Ну, мое любимое Но у меня есть представление о том, что они любят, что они едят В Венскую оперу не попал Хоть послушаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я сняла может петь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последний отель нашего путешествия Мы в Братиславе, Словакия Почему мы в Братиславе? Ну, мы прилетели и улетаем из Братиславы Билет стоит дешевле всего Из Москвы до Братислава Билет стоит там 7,5 или 8 тысяч рублей Туда-обратно Поэтому от Братиславы до Вены Ехать тут километров 70, наверное Полчаса мы ехали Ограничение на 130 Так что, в принципе, имеет смысл Так вот, например, едете в Чехию До Чехии 3 часа езды Почему бы в Чехии билет стоит 15 тысяч Братиславу 7 тысяч Почему бы не сэкономить? Не взять тачку еще дешевле И сэкономить лучше денег Добрый день Ну что, вот наш последний отель Holiday Inn Братислава Прошло 10 дней 10 дней с момента, как мы сюда прилетели В Братиславу Проехали по всей Европе Ну, как по всей Посетили 6 стран 3000 километров всего лишь проехали Постарались сделать интересные вещи для вас Это немало Но это и немного Конечно, кто-то из вас проезжал больше Кто-то проезжал меньше Но, тем не менее Для нас это был первый подобный опыт путешествия по Европе Потому что Как-то Раньше было такое впечатление Но и сейчас осталось Европа немного скучновата Здесь нет вот этого экшена Движухи, драйва Как в Америке Или как в Латинской Америке Или в Азии Европа очень размеренная, конечно же Ну и, честно говоря За эти 10 дней, что мы здесь Мне уже успела Европа немножко поднадоесть Немножко устал Несмотря на то, что дни были достаточно насыщенные В плане эмоций и впечатлений Вот мы покупали вино Вам видите И вам тоже И шварценеггерское вино подарили Две бутылки вина Это Австрийское вино Это вино Испанское Вроде бы мы купили его в Германии Да За 10 дней В четвером Две бутылки вина даже не осилили Вот сидим, допиваем Собираемся в аэропорт Последнее Приготовление Сейчас поедем по магазинам Купим немножко сувениров И Все Влетаем домой Ну что, мы собираемся или нет? Давайте уже быстрее Пора выходить Ну что Закончилось наше путешествие по Европе Выезжаем Едем домой Полдня по Братиславе И мы летим домой Крепость в центре Братиславы С которой началось развитие вообще города Вот Такой вот замок Крепость, как это назвать, не знаю Стояла раньше в центре города Крепость в центре Братиславе Памятник святополку, который основал этот город, Братиславу. Вот его годы жизни 846-894 года. И здесь лежит внизу веночек с российским флагом. То есть это, видимо, посольство России клало время, не знаю, дня рождения или еще что-то. Это венок. Так, интересно. Вообще мы видели в Чехии, в Словакии, в Австрии памятники советским солдатам с венками, с цветами. Достаточно много. Ну, вообще, в принципе, архитектура в Братиславе достаточно такая советская. Очень много построек советского типа. Зданий, гостиниц, государственных учреждений. Словакии. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На заднем дворе этого дворца Братиславского Града Здесь небольшой сад, где растут цветы, даже вон гранаты Никогда не видел, как гранаты растут, они такие маленькие, вот такие Прикольно, интересно Где гранаты? В Англии фотографируют туриста Музыка 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 Ну вообще Словакия одна из самых дешевых европейских стран, которые мы посетили Вот вам пример, ну овощи, фрукты в принципе такие, не дешевые Ну яблоки там 2,50 евро за килограмм сока 170 рублей Это био, наверное, бывают обычные? Я не знаю Это био, бывают обычные? Да, это био Бананы био стоят вот... Пойдем обычные посмотрим Да, мясо Миш, тихо Бананы 69,000 Да, бананы вон за 69 центов за килограмм Мясо, посмотрите Вот мясо, например Что это? Кралица, диели с костью Кралица Ну похоже на свинину А вот какая-то бравкова Ну конечно тоже свинина Свинина стоит 4,50 за килограмм Евро Умножьте на 70 Это сок получится 320 рублей Вот уже готовый Смотри, например, стейк Вот такой стейк стоит евро 30 Это за килограмм выходит примерно... А, евро 30 за 100 грамм Значит 13 евро за килограмм Это 1000 рублей килограмм Это стейк Уже готовый, маринованный У нас стейки в Глобусе продвигают тысяч по полторы, наверное, да? При том, что они всякие там Мираторг у нас их делают Или вот стейк Сирлойн Мой любимый самый был, когда я мясо ел Значит он стоит евро 30 за 100 грамм Ну так же, короче Рыба 99 центов за 100 грамм То есть 10 евро за килограмм Это дорадо 700 рублей Рулька 5 евро стоит Ну, мне кажется, для Европы это недорогие цены Ну, 40 стоит, например, у них обычная курица Вот грудка Грудка стоит евро 40 за килограмм 100 рублей килограмм грудка стоит Вот, видишь? А, нет, извини Это смесь, вон, видишь, смесь евро 40 А грудка стоит 5 евро за килограмм Почему 5 или 2, а? За килограмм Это целая курица Курица Целая курица стоит 5 евро килограмм Ну вот ножки 2,50 за килограмм Куриные окорочка 2,50, сколько? 150 рублей Ну, язык, конечно же, очень похож Но не один, конечно же Это разные языки И на них надо переучиваться Я думаю, что даже чешский посложнее Чем словакский в плане восприятия Для русскоговорящих людей Хотя, может быть, на Украине Кто живет Может быть, им будет попроще Потому что какие-то слова Все равно знакомы Я украинский не знаю просто Но какие-то все равно там слова Украинские примерно представляю И мне кажется, конечно, и в Чехии И в Словакии будет попроще украинцам Ну а мы сейчас подъезжаем к аэропорту Или к аэропорту, как там у вас правильно Не знаю Я уже боюсь слово сказать Уже услышу тысячу отзывов о себе Короче, прилетаем к тому месту Откуда мы вылетаем на самолете Сдаем машину И идем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова